Московская биржа добавила снова 80 иностранных акций. Но скажу вам сразу, так как я уже сделал обзор этих акций, там преимущественно опять снова одни акции США. До этого у нас было 80 акций США, которые были добавлены в прошлом месяце января. Ну и в этом феврале месяце было добавлено 80 акций, где снова у нас одни акции США. Поэтому, надеемся, и ждем, представители Московской биржи доберутся и до других рынков. В том числе Европа, может быть, что-то будет интересное из Азии. Или прямой даже доступ в Гонконг, в Азию было бы тоже бы неплохо. Ну давайте теперь перейдем сейчас на сайт Московской биржи, посмотрим список этих акций. После этого перейдем в новое приложение Сбербанк Инвестор. И сделаем, как всегда, такой быстренький обзорчик этих акций. Платить, не платить дивиденды, какая отрасль, страна и чем занимается. Коротко и ясно. Мы снова на сайте Московской биржи в разделе новости пресс-релизы. И вот у нас за 21 января была новость, что Московская биржа снова расширяет список иностранных акций. И вот 1 февраля 2022 года Московская биржа планирует допустить к торгам еще 80 иностранных акций. И среди которых бумаги. Вот здесь вот некоторые бумаги перетислили. И в результате количество акций станет 680 штук. А вообще планируется в 2022 году у нас 1500 корпораций новых. Так, давайте посмотрим список этих компаний. Вот я его уже открыл. Здесь я посмотрел. Я вообще практически никаких компаний не знаю. Сейчас будем обозревать. Посмотрим, может быть здесь что-то есть. Не только американское. Может быть что-то есть у нас и немецкое, и китайское. Ну, явных имен здесь я не вижу. Значит, скорее всего, если бы здесь были бы какие-нибудь немецкие или какие-нибудь другие компании популярные, знакомые, мы бы их здесь увидели. А так здесь, конечно же, ну, большинство вообще абсолютно не знаю. Первый раз слышу. Ну, окей, раз рубрика есть, давайте все-таки посмотрим, что за компания платит дивиденды или нет. Поехали в Сбербанк Инвестор. Итак, поехали. Первая компания у нас Энджи. 594 рубля цена. Данная компания сосредоточена на создании цифрового рынка услуг для дома. Это у нас СМИ, отрасль, страна США, дивиденды не платит. Следующая компания Apple Loving Incorporated. 5644 рубля цена. Описаний здесь у нас отсутствует. И у нас здесь страна США, отрасль технологии, дивиденды тоже отсутствуют. Следующая компания Aramac. Цена 2720 рублей. Это глобальный поставщик продуктов, питания, оборудования и унифицированных услуг для клиентов, образования, здравоохранения, бизнеса и промышленности. Компания работает в трех сегментах. Страна США. Отрасли здесь нет. Так, дивиденды есть. В 22-м году заплатили в феврале 11 центов. В 21-м году было тоже по 11 центов. В 20-м. Ну, вот по 11 центов они платят. B&G Foods. Цена 2338 рублей. Про эту контору я где-то слышал. Компания производит, продает и распространяет линейку продуктов длительного хранения и замороженных продуктов в США, Канаде и Порто-Рике. Это у нас пищевая промышленность. Так, страна США. Дивиденды платят. Но в 22-м году здесь вот еще не платили. А так вот за 21-й 4 заплатили выплаты. Здесь вот по 0,48 стабильно платят. Следующая компания у нас Bill.com Holding. Цена 18907 рублей. Предоставляет облачное программное обеспечение для back-офисов, финансовых операций для малых и средних предприятий. Страна США у нас. Дивиденды не платит. BG Walls Sales Club. Цена 4823 рубля. Является оператором членских складских клубов на востоке США. Компания продает универсальный торговый центр, наполненный брендами, в том числе эксклюзивными брендами, а также мясными брендами и вкусными органическими продуктами. Компания управляет 215 клубами и 134 филиалами. Это ритейл. Страна США. Дивидендов нет. Блуминг брендс. Цена 1681 рубль. Компания владеет и управляет повседневными высококлассными ресторанами и ресторанами изысканной кухни. Два сегмента у компании. Американский и международный. Это страна США. Дивиденды уже не платят. В 2020 году пандемия, видать, повлияла на них. Следующая компания. Карл Терапьютиклс. Здесь цена 783 рубля. Биофармацевтическая компания, работающая на клинической стадии. Компания сосредоточена на разработке и коммерциализации химических веществ. Предназначена для облегчения боли и зуда. Страна США. Это фармацевтика. Дивидендов нет. Следующая компания. Карл Гурус. 2646 рубля цена. Это автомобильный онлайн рынок, объединяющий покупателей и продавцов. Новых и поддержанных автомобилей. Отрасль технологии. Страна США. Дивидендов нет. Чимаурс Кампани. 2308 рубля цена. Поставщик химических реагентов. Так, это Химпром, Минудобрение. Страна США. Дивиденды платят. Вот 0,25 центов. В последнее время платились. Чек. Следующая компания. 2298 рубля цена. Это обучающая платформа, ориентированная на студентов. Компания помогает подготовиться студентам к вступительным экзаменам в колледже. Это путешествие доступно. Страна США. Дивидендов нет. Чемпион X Корпорейти. 1632 рубля цена. Компания предоставляет химическое решение, а также инженерное оборудование и технологии. Эти технологии помогают компаниям бурить и добывать нефть и газ. Это машиностроение. Страна США. Дивиденды вот что-то тут одни, только 0,08 центов у нас получается были 8 апреля заплачены. Вот тут вот ожидается 8 центов, которые заплатятся у нас 8 апреля. Следующая компания. Коопа Софтвэр. Это так. Цена 9681 рубль. Является поставщиком решений для управления бизнес-расходами. Это страна США, отрасль технологии. Дивидендов нет. Коурс Сера. 1596 рубля цена. Здесь информации нет, что технологии и страна США. Ну и дивидендов соответственно нет. Следующая компания. Крокс. 7500 рубля цена. Занимается дизайном, разработком, производством, маркетингом, распространением, продажей повседневной обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Легкая промышленность. Страна США. Дивидендов нет. Карвана. Цена 10847 рубля. Платформа электронной коммерции для покупки поддержанных автомобилей. Авто и запчасти отрасли. Страна США. Дивидендов нет. Дарлинг Ингредиент. Цена 4921 рубль. Разработчик и производитель экологически чисто натуральных ингредиентов из съедобных и несъедобных биоэлементов. Пищевая промышленность. Страна США. Дивидендов нет. Дина Трейс. Следующая компания. Цена 3181 рубль. Предлагает платформу программной аналитики для корпоративного облака. Позволяет клиентам модернизировать и автоматизировать операции в области информационных технологий. Страна США. Технологии. Нет дивидендов. Эдитаса. Медицин. 1245 рубля цена. Компания занимается редактированием генома. Фармацевтика. Страна США. Дивидендов нет. 8Х8 Инкорпорейтед. Прикольное название. Цена 1109 рубля. Предоставляет облачные программные решения корпоративного класса. Телекоммуникации. Это отрасль страны США. Нет дивидендов. Пока что все акции из США. Как я и предполагал. Эксект. Сайенсис Корпорейтед. 6020 рубля цена. Компания занимающаяся молекулярной диагностикой. Компания специализируется на раннем обнаружении и профилактике некоторых форм рака. Это технологии. Страна США. Дивидендов нет. Фиброген. Следующая компания. Цена 1204 рубля. Биофармацевтическая компания. Которая занимается открытием, разработкой и коммерцизацией ряда первоклассных терапевтических препаратов. Фармацевтика. Тоже страна США. Что-то у нас новое. Фармацевтики. И все они что-то не платят дивиденды. А возможно Сбербанк еще не прошил полностью эти компании. И они платят на многие из них дивиденды. 5.9. Следующая компания. Цена 10129 рубля. Поставщик облачного программного обеспечает для контакт-центров. Технологии страна США. Дивидендов нет. Следующая компания. Флауэрс Фудс. 2093 рубля цена. Производитель и продавец упаковочных хлебобулочных изделий. Два сегмента у компании. Это сегмент прямой доставки в магазин. И сегмент сладковой доставки. Это пищевая промышленность. Страна США. Дивиденды платят. В 2021 году 4 выплаты было. Даже были повышены с 0.20 до 0.21 цента. Ну и здесь вот тоже были повышены в каждый год по чуть-чуть. Фудлокер. Компания. Цена 3364 рубля. Занимается розничной торговой обувью и одеждой. Это страна США. Ритейл. Здесь у нас тоже дивиденды есть. В 2021 году вот они были повышены. Причем дважды с 15 до 30 центов. И в 2022 году тоже вот уже в январе. Была анонсирована выплата у нас в размере 30 центов. Fidelity National Financial. Цена 3617 рублей. Компания предоставляет страхование правового титула. Условное депонирование и другие услуги, связанные с правом собственности. Включая трастовые операции, доверительные, гарантии продаж, записи и повторные проверки. А также продукты с гарантией на дому. Я так понял. Это по-моему вообще рейт. Если мне не изменяет память. А может быть я путаюсь с какой-то другой компанией. Тут написано страхование отрасли и США страна. Дивиденды платятся. Вот в 2021 году были повышены. Даже причем дважды. Ну и до этого платились тоже. И умеренно повышались. Следующий компания у нас GoDaddy. Цена у нас получается 6339 рублей. Поставщик технологий для малого бизнеса. Профессионалов веб-дизайна и частных лид. Компания предлагает облачные продукты и индивидуальное обслуживание клиентов. Это технологии страна у нас получается США. Дивиденды не платят. Gentex следующая компания. Здесь цена 2336 рублей. Разрабатывает и производит зеркала заднего вида с автоматическим затемнением. И электронику для автомобильной промышленности. Страна США. Транспорт. Дивиденды есть. Вот в 2022 году был анонс. 7 января возможно уже и выплатили. Ну и до этого тоже были дивиденды. Ну они все вот по 12 центов. Без изменений уже начиная с 2018 года. H&R блок следующая компания. Цена 1824 рубля. Через компании дочерней предоставляет налоговую подготовку и другие условия. Помощь в налоговой декларации. Цифровые решения для самостоятельного налогообложения. И другие услуги и продукты. Эта страна США. Отрасли тут нету. Ну и дивиденды у этих ребят в принципе есть. Вот 27 центов. До этого было 26. Повысили. Вот до этого 26. По чуть-чуть повышают. Платят. IIV или 2. Это у нас получается 6 по-моему. По римскому. Не знаю как эту компанию называть. Название вообще странное. Цена 5338 рублей. Компания разрабатывает и производит инженерные материалы. Оптоэлектронные компоненты и продукты. Три сегмента. Лазерное решение фото. Фотоника и высокопроизводительные продукты. Томашиностроения. Страна США. Дивидендов нет. Ionis Pharmaceuticals. Цена 2504 рубля. Занимается открытием и разработкой терапевтических средств. Нацеленных на рибонуклеиновую кислоту. Фармацевтика. Страна США. Дивидендов нет. Night Swift. 4079 рублей. Данная компания предоставляет услуги по перевалке грузовых автомобилей. В Северной Америке. И также компания предоставляет услуги по железнодорожным, интермодальных, грузовых, брокерских услугам. Транспорт. Страна США. Дивиденды. Платится. Вот 10 центов. 8 было. 12 было. И вот в этом году 12 было анонсировано. Let'si Semiconductor. Цена 4813 рублей. Поставщик программных решений с низким энергопотреблением. Который разрабатывает технологию и монетизирует продукты с помощью диференцированных полупроводниковых продуктов. Технологии. Страна США. Дивидендов нет. Lululemon. Атлетика. Если правильно прочитал. 23 925 рублей. Цена приличная. Это дизайнер, дистрибьютор и продавец спортивной одежды, аксессуаров. Вдохновленных образом жизни. Легкая промышленность. Страна США. Дивидендов нет. Allscripts. Healthcare. Цена 1397 рублей. Поставщик решений в область информационных технологий для здравоохранения. Работает через два сегмента. Основные клинические и финансовые решения. И данные. Аналитика и координация ухода. Страна США. Дивидендов нет. Naviint. Цена 1402 рубля. Предоставляет услуги по управлению активами и бизнес-процессами для образованных медицинских и государственных клиентов. На федеральном, государственном и местном уровне. Финансы и сервисы от страны США. Ребята платят дивиденды по 16 центов. В этом году еще не было анонса дивидендов. Intel Therapyuticals. Цена 7 323 рубля. Компания занимается редактивным геномом. Сосредоточена компания на разработке терапевтических средств с использованием биологического инструмента. Фармацевтика. Страна США. Дивидендов нет. Следующая компания у нас New York Times Corporated. 3218 рубля. Цена. Это медиа-компания, специализирующая на создании, сборе и распространении новостей информации. Вот эти ребята часто дают всякие прогнозы по рынку и тому подобного. Это у нас отрасль СМИ, страна США. Вот ребята платят дивиденды. Вот в 2021 году уже заплатили. Видать, наверное, в январе или феврале. И вот уже даже анонсировали. 6 апреля дата отсечки тоже. Правда, немножко платят. 9 центов. Вот до этого. 7,6. Ну, что-то платят. OG&E Energy. Цена 2978 рублей. Доставщик энергетических услуг, предлагающий физическую доставку и сопутствующие услуги как для электроэнергии, так и для природного газа. В основном на юге центральной части США. Электроэнергетика, страна США. Дивиденды тоже вот есть. 40 центов. 41 вот было повышено в 2021 году. Вот и в 2022 уже 41 центов было заплачено. Ну и до этого тоже платились. OG&E Glass. Следующая компания цена 1052 рублей. Компания предоставляет решение для управления идентификацией. Технологии страна США. Дивидендов нет. Pager to Duty. Цена 2571 рубль. Представляет решение для управления цифровыми операциями. Страна США. Технологии. Утрасль. Дивидендов нет. Performance Food. 3961 рубль цена. Продают и распространяют продукты питания и связанные с ними продукты. В трех сегментах компания работает. Пищевая промышленность. Это и сельское хозяйство. Утрасль. Страна США. Дивидендов нет. DAF Busters Entertainment. Цена 3210 рублей. Является владельцем и оператором массовых развлекательных заведений и ресторанов под названием DAF Busters. Это ретелл. Страна США. Так, дивиденды. Отменены были. Вот в 2018-2020 году. В последний раз они платили. Caraparts.com. Цена 730 рублей. Информации нет. Здесь страна США. Дивидендов тоже нет. Револв группа. Цена 4440 рублей. Интернет-магазин модной одежды для потребителей поколения Z и миллениалов. Предложение компании включает более 45 тысяч предметов одежды, обуви и аксессуаров. Косметических товаров. Это ретелл. Страна США. Дивидендов нет. Stitch Fix. Цена 1072 рубля. Компания предоставляет индивидуальные услуги по укладке онлайн. Предлагает компания одежду, обувь и аксессуары разных категорий брендов. Это ретелл. Страна США. Дивидендов нет. Shows Technologies группа. Цена 1049 рублей. Здесь информации нет. Это отрасль технологии. Страна США. Дивидендов тоже нет. Silvergate Capital. Цена 9706 рублей. Тут тоже информации нет. Это отрасль банки. Страна США. Дивидендов нет. South Jersey Industrials. 1814 рублей цена. Ходзинная компания. Показание энергетических услуг. Продукты и услуги связаны с электроэнергетикой. Компания предоставляет. Это нефтегазовый сектор. Страна США. Дивиденды. Выплачивается в 2021 году. Вот было 4 выплаты. Повышено на 1,20 цент. Значит, в 2022 году скоро будут. Sketchers USA. Цена 3610 рублей. Является разработчиком и продавцом повседневной обуви под маркой Sketchers. Для мужчин, женщин и детей. Кстати, у меня есть кроссовки неплохие. Там подошва такая мягкая, ортопедическая какая-то. Ну, неплохо, кстати, они обувь делают. Вот, говорю, вот уже второй сезон ношу. В принципе, неплохие кроссовки. Не знаю, кстати, что это американская компания. То, что у нее есть акции на бирже. Легкая промышленность. Страна США. Дивидендов нет. Solid Bio Sciences. 81 рубль цена. Вот такую дешевую акцию я еще не видел на американском рынке. Эта цена, что в районе доллара 20 центов, наверное, если на рубли перевести. Информации здесь нет. То, что это фармацевтика. Страна США. Ну, и дедеда, соответственно, нет. Smart Shit. Следующая компания. Цена 4542 рубля. Это облачная платформа, которая предоставляет решения для совместной работы и управления работой. Здесь технологии страна США. Дивидендов нет. Следующая компания. CCNC. Technologies Holdings. 5650 рубля. Поставщик программного обеспечения и программных услуг. Страна США. Отрасль неизвестная. Дивиденды есть. Вот 16 центов было. Потом 20 повысили в 2021 году. Тут 14. Дивиденды платят. TerraData. Вот эту компанию я где-то слышал. 3816 рубля цена. Поставщик программного обеспечения для гибридной облачной аналитики. Так это отрасль технологии страна США. Дивидендов нет. Так, следующая компания. TDC. 1575 рубля цена. Многопрофильные телекоммуницикованные компании. Компания участвует в проведении их операций по беспроводной связи. Телекоммуникации. Отрасль страна США. Так, дивиденды здесь у нас получаются по 18 центов. Платились до этого 17. Tegna. Следующая компания. 1570 рубля цена. Это медиа-компания, предоставляющая рассказы, расследования и маркетинговые услуги. Прикольно так. Управляет примерно 64 телевизионными станциями на более чем 51 рынке США. И владеет 4 сетевыми филиалами. Примерно на 25 рынках среди независимых групп станций. Это СМИ страна США. 10 центов платят. Это дивиденды. До этого 7 центов было. Taylor Morrison. Следующая компания. Цена 2248 рубля. Компания по строительству домов и землеустройству. Строительство страна США. Дивидендов нет. 3 Point Homes. 1735 рубля цена. Это строительная компания, которая проектирует, строит и продает дома. Строительство страна США. Дивидендов нет. Татуэйт Шиф. 920 рубля цена. Информации тут нет. Пищевая промышленность и сельское хозяйство. Страна США. Здесь дивидендов тоже нет. Hostess Brands. Следующая компания. 1571 рубля цена. Компания по производству упакованных пищевых продуктов. Это пищевая промышленность и сельское хозяйство. Страна США. Дивидендов нет. Следующая компания. 2U. 737 рубля цена. Является поставщиком интегрированного решения, состоящего из облачного программного обеспечения, как услуга SAS в сочетании с технологическими сервисами. США. Почему-то утраса нет. Наверное, это технологии. Дивидендов нет. Upwork. Следующая компания. Цена 2052 рубля. Управляет онлайн-площадкой для трудоустройства. Технологии страна США. Дивидендов нет. Urban Outfitters. 2080 рубля цена. Компания специализирует на розничной торговле. Компания работает в двух сегментах. Розничная и оптовая. Это ретерация страна США. Дивидендов нет. Virtu. Финанса. Цена 2614 рубля. Компания является маркетмейкером с технологией и поставщиком ликвидности на финансовом рынке по всему миру. Финансы у нас и сервисы. Это страна у нас США. Дивиденды есть. Вот 24 цента компания платила в предыдущем году. Ну и в 20-м тоже. Вот 24 цента платит постоянно. Vimeo. 1006 рубля цена. Информации нет. Но все мы знаем, что это видео-проигрыватель. Видеосервис, я так понимаю. Наверное, может быть, хостинг. Тогда можно заливать видео. Дивидендов нет. Ну, кстати, то, что это проигрыватель США принадлежит, я не знал тоже. Ну, подозревал. Vogue Day. Следующая компания. 17152 рубля. Поставщик корпоративных облачных приложений для финансовых и человеческих ресурсов. Ну, очень много, кстати, облачных всяких технологий. Компаний. Сегодня у нас. Технологии страна США. Дивидендов нет. Wayfair. Это цена 10739 рублей. Прилагает просмотр, мерчередайзинг и поиск продуктов для ряда продуктов от различных поставщиков. В двух сегментах компаний работает. Американский и международный. Это ритейл страна США. Нет дивидендов. Will Scott Mobile Mini. Цена 2891 рубль. Является поставщиком модульных пространств и портативных решений для хранения данных. США это у нас. Дивидендов нет. Следующая компания. William Sonoma. 11 350 рублей цена акции. Это многоканальный, специализированный розничный продавец товаров для дома. Ритейл страна США. Так, платит дивиденды. Вот. 71 цент уже заплатил. В этом году, я так понимаю. И в том году вот у нас был тоже 71 цент. 59 центов. 53. Даже дважды были повышены в том году. В двадцатом году там вот 53 цента. WW International. Следующая компания. 861 рубль. Является глобальной велнес-компанией. Компания предлагает коммерческую программу контроля веса. Это США у нас. Отраси тут неизвестны. Дивидендов тоже нет. Qualtrics International. Цена 2310 рублей. Информации нет. Это технологии. Дивидендов тоже нет. Следующая компания. XPO Logistics. Цена 5222 рубля. Глобальный поставщик решения для цепочек поставок. Компания работает двух сегментов. Транспорт и логистика. Транспорт. Это у нас отрасль страны США. Нет дивидендов. Yeti Holdings. 4923 рубля. Цена у нас. Это дизайнер. Продается 10 миллионов товаров для рынка активного отдыха и развлечений. Три категории в портфель ходят у данной компании. Это кулеры и оборудование. Питьевая, посуда и прочее. Это путешествие до сух. У отрасли страна США. Здесь дивидендов нет. Yeti Holdings. Следующая компания. 619 рубля цена. Поставщик систем знаний. Yeti делает бизнес на карте. Позволяет компанию управлять своими цифровыми знаниями в облаке. И сигнализировать их с более чем 100 сервисами сети. Тут перечисляются Apple карты. Facebook, Google и тому подобное. Так, США это у нас. Дивидендов нет. Zip Riker Router. 1665 рубля цена. Информации нет. Это прочая отрасль страна США. Здесь дивидендов, соответственно, тоже нет. Zscaler. Или Scaler. Название компании следующее. Это последняя у нас компания. Цена приличия 20 на 1409 рублей. И что это у нас за компания? Это облачная компания по обеспечению безопасности. Облачных компаний очень много у нас. Это технологии. Страна США. Дивидендов нету, как правило. И это все на сегодня. И что самое интересное, то что у нас ни одной компании не с другой стороны. Все, опять же, 60 компаний из США. Так же было и в январе тоже 60 компаний. Они тоже были все из США. Ну что, ждем все же дальше. Какие-то другие рынки. Надеемся, Мосбиржа их добавит в скором времени. Поддерживаем лайкосиком данное видео. Надеюсь, данное было видео вам полезно. Делитесь данное видео с своими друзьями. Пишите в комментариях, какие акции из этих компаний вам известны. Или вы уже добавили себе портфель. Мы также не забываем подписаться на канал, если еще не подписались. Ну а с вами на связи был Фокин Евгений. Всем пока. Увидимся на просторах интернета. Не переключайтесь. Будет много полезного и интересного контента.